всем привет дорогие друзья добро пожаловать наш канал с вами виктор и тема сегодня мы приготовим классный томатный соус такой базовый и вкусно будет такой соус базовый итальянской кухни который стоит каждом итальянском ресторане его стоит бадья и он используется везде в разных соусах также он отдельно уже употребляется как соус и с помощью его можно еще много чего приготовить также для пиццы его используют на намазывают на пиццу у меня в заначке очень много рецептов таких быстрых с мясом там с фрикадельками всякие такие на ужин быстро приготовить но в них во всех есть этот соус а если готовить его каждый раз то это будет уже не быстрый рецепт мы так как люди заняты нужно быстро после работы что-то раз раз приготовить поэтому я такой соус заготавливаю впрок замораживаю и потом когда нужно заранее достал его в холодильник она разморозилась и быстро после работы пришел раз раз приготовил что еще хочу сказать а вот что этот соус можно не только замораживать вы можете также и закатать его в банке как вы знаете там постелизовать банки и закатать банки он будет у вас стоять там где-то в гараже или в повремя у кого как без проблем на зиму мы много не делаем мы делаем вот у меня здесь я купил такой сейчас дешевый сезон хорошие помидоры 5 килограмм этот картон я куплю за 4 евро и сделаю мне хватит нам на пару месяцев а зимой также варю этот соус только из из банок из консервированных томатов все то же самое только не свежие помидоры а консервированные ну все мы приступаем так для начала нам нужно нарезать лук как мы будем нарезать принципе сильно не важно нарежем будет нормально вот мы нарезали теперь я беру еще пол головки чеснока на мое количество все точные я оставлю в описании ингредиенты сколько там чего точно чеснок тоже просто мелко рубим как лук чеснок мы нарезали теперь ставим кастрюльку на плиту нагреваем наливаем оливковое масло вот так вот нормально будет первым пошел чесночок на чеснок слегка только вот отдает свои ароматы ни в коем случае не надо чтобы он поджаривался почернел там покоричневел потому что он от этого будет горький вот так он масло ароматизировал и сразу добавляем лук и пассируем теперь лук тоже не нужно его сильно прижаривать так чтобы вот он прозрачный был немножко парализовался но не сильно и теперь по ходу нам нужно нарезать сельдерей стебель и морковь сельдерей как тоже вот на такие три части и вот так ну и морковочку тоже также разрезаем вот таким вот кубиком так все я нарезал и теперь отправляем это сюда в кастрюльку еще это здесь с лучком еще так припустим немножко овощи там медленно томятся я немножко убавил мне нужно сейчас быстро быстро помыть вот эти все помидоры и нарезать тоже кубиком помидорки просто так убираем этот тебе летчик раз раз вот так вот что ничего не надо все помидоры мы нарезали не прошло и полгода вот такая вот куча кучная сейчас надеюсь что все это поместится но если не поместься не страшно потом добавим они все равно сейчас дадут осадку и туда их вот добавляем это все томилась на медленном огне пока мы резали чтобы не сгорело ну да все суда не влазить с первого раза не страшно сейчас добавляем температуру и сразу присолить у меня крупная морская соль будет отлично но если нет у вас морской соли то не страшно уберите то что есть соль сейчас будет сразу разъедать помидоры будто не быстро готовится с немножко осядет я добавлю остальные которые остались так у нас прошло где-то минут пять помидорки наши слегка осели теперь можно добавить оставшиеся кастрюльку вот так она немножко сверху получилось но не страшно сейчас они все ся с этого момента друзья засекаем один час и один час они будут у нас вот так томится помидоры на медленном огне пока вот они не станут такой однородной массы потом покажу что дальше делать ждем сейчас один час потихонечку что такое легкое кипение было и так дорогие друзья прошло у нас немножко больше часа смотрите как все классно все помидорчики разварились теперь я беру блендер и нам нужно блендером все это пюрировать всю эту красоту друзья вот так все и оперировал вот такая вот консистенция классная получилась перед добавляющий сюда немного томатной пасты томатная паста немножко сделает соус более таким насыщенным и цвет классный даст ему все это тоже размешиваем также добавляю сюда еще сахарный песок черный перчик и вот такую вот веточку базилика не все это еще пускай вот так вот немножко потомиться минут 15 так друзья соус у нас готов вот так он выглядит сейчас оставляем его остыть и потом я его разливаю просто по пластиковым пакетом и замораживаю ну как я уже брали не сказал если вы хотите его в банке закатать то банки сами знаете как это делается вот а я его остужу и потом заморожу по пакетикам где-то грамм может быть по 500 вот так расфасу и морозилку и сейчас им как из пробы пробу надо снять по-любому поэтому сейчас мы отварим вот такие вот таглеотельки у нас немножко для пробы этого соуса вода кипит хорошенько солим и пошли варим их аль дента и пробуем друзья паста наша сварилась сливаем водичку берем пасту теперь берем черпачок нашего замечательного соуса сюда у нас еще базилик который тема на отрывал до базилик сюда добавляем оливковое масло немножко и все это вот так вот хорошенько размешиваем вот ребята если у вас есть соус то приготовить вот такой вот замечательный ужин можно буквально отварить по макароны можно еще немножко добавить вот так вот отлично будет ну что тема снимем пробу давай теме вот такие длинные смотри какие классные и горяченькие пока пусть остывают папа сделает еще как оно вот так на супер давай рубай мы еще доделаем тарелочку здесь у меня еще есть пармезан сверху сюда пармезан чека так вот черный перчик и немножечко хорошего оливкового масла вот друзья вот такую вкусняшку мы можем приготовить с этим соусом всем приятного аппетита ну теме уже понравилось значит уже можно готовить всем теперь папа снимет пробу посмотрим как здесь обстоит с этим мама италия ребята за что я люблю итальянскую кухню то что минимум усилий и максимум результата все так просто но до того все вкусно невозможно просто взрыв томатный отличный соус летний такой ароматный огонь до пивыч базиликом пармезаном невозможно оторваться ммм 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 да ммм 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 друзья ну на этом все соус как я уже сказал ждем пока остынет разливаем по пищевым пакетам и в морозилку на этом вкусной ноте мы будем с вами прощаться всем большое спасибо за внимание пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч всем пока пока кушай вкуснотень такую приготовили с тобой да ммм 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 все съешь да молодец м ммм ммм мм